В 2020 году наш доход был больше, вы видите, что немножко поменялось по сравнению с прошлым годом, немножко поменялось бюджет вне бюджет. Если в прошлом году бюджета у нас было меньше, а вне бюджета больше, то в том числе и с реформой, которая была проведена в связи с повышением заработной платы, бюджет у нас занимает большую часть, чем вне бюджет. Но мы всегда обращаем внимание, что доля науки, доля доходов от науки, вроде как в цифровом выражении она немножко выросла, но вы видите, что в процентном отношении она стала меньше. Поэтому наука и вне бюджетные доходы это то, что обеспечит стабильность, обеспечит устойчивое развитие нашему университету, должно обеспечить. Поэтому мы недаром назвали предпринимательскую деятельность факультетов, мы видим, что она увеличивается как по количеству видов услуг, так она увеличивается и в стоимосном выражении. Но нет предела совершенству, и мы понимаем, что наш бюджет это то, что позволяет нам и материальную базу увеличивать, оно позволяет нам и заработную плату увеличивать, и это то, на что мы можем с вами повлиять. Если говорить про доходы от экспорта, то доходы от экспорта мы в 2019 году выполнили план по образовательным и иным услугам, и надеемся, что в этом году тоже выполним план по образовательным услугам. Большего внимания требует второй пункт, это реализация экспорта наукоемкой продукции и услуг. Уважаемые коллеги, дело в том, что на сегодняшний день из того, что мы видим, из того, что было исполнено, из того, что ожидается, мы не выходим на цифру в 70 тысяч долларов, которая поставлена нам, доведена нам Министерством образования. Всего около 54 тысяч. Среднемесячная средняя заработная плата за 7 месяцев 2020 года, она тоже выросла, и вы видите, мы всегда делаем вот эту градацию, основные выплаты и дополнительные выплаты. И если в прошлом году столбик дополнительных выплат был значительно больше, чем основные выплаты, ну то на сегодняшний день получается так, что вот та стабильная часть заработной платы, которая называется основными выплатами, она действительно стабильна и она больше, чем другие выплаты. В связи с тем, что, ну, произошло, произошла эта реформа и по-другому мы теперь считаем, рассчитываем заработную плату. Но в целом вы видите, как увеличилась заработная плата наших сотрудников и как она выросла в среднем по факультету. Вы знаете, основатель компании Apple, Стивен Джобс, сказал очень замечательную фразу. Ту фразу, которая является очень важной для многих и для нас в первую очередь. Инновация это то, что отличает лидера от догоняющего. И мы всегда говорим о том, что мы хотим инновации. Университет образовательных инноваций называется наш электронный журнал. Мы говорим о том, что мы создаем инновационные фонды. У нас есть инновационные структуры, которыми является Центр трансфера технологии и научно-технологический парк. И сегодня именно инновация это то, что нам необходимо. И для этого у нас есть инструменты, для этого у нас есть институциональные возможности в качестве научной или в виде научно-технологического парка. Вы знаете, очень большим достижением за прошлый год, и которое мы везде пиарим и про него говорим, это то, что наш студент второго курса, в этом году только третьего курса, а создал он свое предприятие в научно-технологическом парке, как резидент технопарка, будучи студентом второго курса факультета математики и информатики. И это то, он выступал перед студентами первого курса. И вы знаете, вот его инновационность, его желание успеха, его желание быть не как все, это очень важно, и это надо транслировать на факультетах и среди студентов, и среди сотрудников. Ну и в этом году мы вводим новую очередь научно-технологического парка, больше чем 6 тысяч квадратных метров, которая позволит, даст нам возможности создавать резидентов, приглашать резидентов в научно-технологический парк или создавать из своих сотрудников, из своих студентов. Поэтому, что касается, касательно вот обеспечения доходности, да, на 2020-2021 год, еще раз повторюсь о том, что нам необходимо обеспечить действительно доход, и в первую очередь вне бюджетный доход, в состоянии или в том виде для достаточного для устойчивого развития нашего университета. Ну и мы тут замахнулись для того, чтобы увеличить среднюю и идеальную заработную плату не менее чем на 10%.